Так многолюдно возле здания главпочтамта бывает нечасто. Во Всемирный день почты преданные поклонники печатных СМИ по сложившейся в Шамкенте традиции встречаются с журналистами и редакторами любимых изданий. С теми, кто уже подписался, это 8 человек, мы побеседовали, они продемонстрировали свою верность нашей газете. Естественно, воспользуясь случаем, они рассказали о своих проблемах. Но это проблемы в основном коммунального характера. Мы их взяли на карандаш и надеемся, что они будут решены эти проблемы. Народ имеет право знать. Этот слоган Рабата не меняется много лет. За честность и неподкупность газету так любят шамкенцы. Пенсионерка Виктория Коврижных на печатные издания денег не жалеет. Говорит, журналистам Рабата можно доверять. Я всем соседкам, которые не ходят, я труженик тыла. И вечером я пропаганду эту все, новости, все рассказываю им. Иногда вот повышение пенсии или что, я им рассказываю, показываю, как это, кому сколько добавят, прямо показываю. Я привыкла, работа у меня была такая. Я не умею без газет. 9 октября чествуют и работников. Это и так необходимой всем нам службы почтальонов. Праздник стал еще и днем подписчикам. Сегодня можно было подписаться на любимую газету. Каждого читателя Рабата и онтестик Рабата ждали приятные подарки. Клиника заболеваний суставов и позвоночника Сити-Мед подарила сертификаты на консультацию у ортопеда-травматолога. Соляная пещера Галамед вручила сертификаты. Постоянных подписчиков Рабата порадовала ТО «Бизнес-групп Трейд». Семечки удачные с морской солью, вкусные напитки от компании «Визит» и приятные презенты от торговой сети «Изуми». Интерес к печатным изданиям, несмотря на прогнозы скептиков, не угас. Люди листают газеты, чтобы отвлечься, отдохнуть, окунуться в идеальный мир вымысла тщательно отобранных и обработанных фотографий, легких ненавязчивых текстов, а еще острых криминальных заметок и редакционных колонок на злобу дня. Подписка на газеты «Рабат» и он до стык «Рабат» продолжается. Анастасия Новикова, Дастан Абдиев, Абзал Туровеков, информационная служба телекомпании «Отрар».